И денег у России хватает, чтобы и наши люди были как бы обеспечены и в принципе верили в то, что у нас впереди только лучше и лучше. И другие, которые нас так же верят. Крым к нам присоединился, Донбасс к нам хочет присоединиться, но ему не пускают, не дают, его расстреливают за то, что он это хочет. Ну ладно, хотя бы чтобы людей не убивали, чтобы дали им выжить, чтобы они вернулись в свои дома, чтобы даже если они будут на Украине, чтобы это была дружественная страна, чтобы она не была врагом России. Вот для чего мы сюда вышли. И Майдан это сделал из Украины врага, а мы этого не хотим. Поэтому пришли на антимайдан, чтобы у нас не было такого разброда и шатания в головах, в мозгах, какой учинили на Украине. А на Украине этот разрод учинили, потому что Украину хотят оторвать от России. Это вот главная цель. Оторвать от России для того, чтобы ее ослабить. Для того, чтобы поссорить кровные братские народы. И не только поссорить, но и их стравить друг с другом, чтобы русские убивали русских. Американцы. 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 Они еще к себе подтянули европейцев, которым тоже не нравится, что Россия укрепляется, что Россия сильная, независимая страна. Поднимается с колен, в которые ее опустили те же американцы в 90-х годах. Ну, в России есть ресурсы, она может подняться. А у Украины ресурсов никаких нет. Поэтому, в принципе, им рассчитывать, но не на что. Был ресурс Донбасс, уголь. И тот не хочет быть украинским, потому что Украина рассматривает территории, которые не бандеровские, как свои колонии, как людей второго сорта, которых нужно превратить в рабов. Их эксплуатировать, у них забирать. И объявлять, что они, наоборот, депрессивные регионы. Значит, Украина их кормит там и так далее. А как у них этот Донбасс как бы отошел, так они все обнаружили, что у них нечем топить, значит, дома, что у них заводы из-за отсутствия топлива не работают. И куда побежали украинцы, спасаясь от призыва? В Россию. Потому что здесь их никто не притесняет. Их никто даже пальцем не корит за то, что они, значит, ну, с Украины, которая воюет против своего народа, где происходит гражданская война. Извините, я вас перерываю, вчера была акция, несколько людей пошли с цветами в посольство Украины, чтобы вложить цветы в память погибших в Майдане. Погибших украинцев, погибших в столице Украины. А полиция и какие-то люди их просто не пустили в посольство. Как считают, почему такое происходит в Москве? Ну, я вам так скажу, что на Майдане убили людей спецслужбы, которые согласовали свои действия с новым правительством Украины, которое я считаю хунтой. Спецслужбы какой страны? Спецслужбы Америки. Америка. Она научила эту киевскую хунту, как спровоцировать людей на бойню, на гражданскую войну. Она ее учинила, она расстреляла, как бы, из одного и того же винтовки, и, значит, ОМОНовцев, и Майдановцев, и сказала, что это сделали русские. Вот они виноваты. Это же классическая провокация. Причем даже все улики, которые на лицо были, вот, допустим, откуда производились выстрелы, можно определить, куда попадали в деревья, значит, пули. Эти деревья поспиливали. Назначили, значит, проводить расследование того, кто через год сказал, я ничего не знаю, и ушел. То есть... Вопрос по вчерашней акции у посольства Украины. Почему людям просто не позволили пройти просто в лови цветы? Как вы считаете? Я не знаю, я не был возле этого посольства, не знаю, кто не позволил. Но я считаю, что мы должны поддерживать тех, кто против Майдана, а не тех, кто поддерживает Майдан. Майдан мы должны осудить. Вот и все.